здравствуйте братья и сестры сегодня у нас великая среда сегодня поговорим о очень важных моментах моментах из священного писания которые сегодня мы вспоминаем и которые церковь христова сегодня нам предлагает для нашего вразумления вот господь перед своими страданиями уже находился недалеко от иерусалима но сегодня он находится последний раз перед своими страданиями он находится в вифании откуда он снова откуда его уже откуда он пойдет уже потом на тайну вечерю и оттуда уже после тайны вечеря как мы знаем его схватят уже и поведут на неправедный суд и потом на распятие господь наш иисус христос очень мудро все делает и дает возможность всем нам измениться быть исцеленными и исцелиться его благодатью и господь дает каждому одинаковые шансы шансы следовать за ним сегодня мы будем рассматривать две фигуры которые очень важные для нашего с вами правильного понимания отношения нашего к христу и естественно мы с вами будем смотреть и стараться видеть на кого мы больше подобны вот сегодняшнем евангелии говорится сначала о вечере которую устроил фарисей симон своем доме честь христа спасителя на честь иисуса христа то есть симон фарисей позвал христа на ужин и туда к нему приходит извините туда приходит на эту вечерю не только иисус христос со своими учениками но приходит и некая женщина грешница и она что начала делать она начала возливать на голову иисуса христа очень дорогое мира то есть для того времени возливать мира просто на кого-то это такого это не было принятым каким-то жестом в то время миром намазывали уже умерших и вот здесь женщина это возливает мира на голову спасителя и вот что происходит в это время естественно вот эта женщина грешница как бы она ищет своего выражения выражение своей веры и своего своих покаянных чувств и она делает то что она делает но здесь мы видим совершенно других людей еще которые в евангелии противопоставлены этой женщины это ученики христова до противопоставлены увидев это ученики его вознегодовали и говорили это я читаю прямо с евангелия к чему такая отрата ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим мы видим до разные подходы к христу и покаяния вот когда у нас заражаются покаянные чувства внутри нас мы не жалеем себя мы не жалеем ничего мы хотим только одного господи прости меня грешного и мы готовы то время когда вот эти покаянные чувства обладают нами мы готовы дать все что угодно лишь бы господь нас простил мы знаем хотя мы знаем что господь прощает по своей любви прощает нас грешно когда мы каемся и стараемся перемениться на лучшее тем не менее вот наше внешнее какое-то движение это что-то пожертвовать многие люди жертвуют на храм многие люди жертвуют больным немощным когда такие чувства покаянные рождаются в их сердце многие люди меняют свою жизнь и уже становятся жертводателями ну более-менее постоянно я не имею ввиду только у храма то есть есть места куда можно пожертвовать и другие места тоже это сирот воспитывают куда-то дома престарелых можно в любые места пожертвовать будучи движимым и вот таким желанием покаянными чувствами вот жена это женщина это пришла и изливает мир на голову спасителя именно потому что у нее эти чувства пробудились но учеников у учеников христовых почему-то совершенно противоположное мнение надо было продать и раздать нищим иоанн евангелистиан указывает что это была идея вот такого что это сказали иуда и просто здесь мы видим чтобы все ученики его как бы поддерживают в этом и мы знаем что иуда как говорите иоанн святой евангелист иоанн евангелие от иоанна что иуда любил деньги и вот он носил эту кассу с собой этот ящичек с деньгами куда бросали пожертвования и он любил руку туда опускать для своих целей ну мы не можем сказать что все апостолы этого хотели или делали так то есть иоанн говорит только об иуде но что мы видим что все как бы поддерживают такое мнение надо было раздать нищим это трата зачем вот на христа выливать такое дорогое мира но христос иисус христос сказал им чтобы они не смущали эту женщину потому что она сделала доброе дело она приготовила меня к погребению это слова спасителя то есть уже и здесь тоже господь готовит своих учеников и показывает что вот я иду уже скоро на страдания и возможно вас не будет времени подготовить мое тело к погребению что и случилось как мы знаем вот господь принимая жертву этой женщины очень дорогой и мира до принимая жертву говорят что вот бедных вы всегда имеете с собой нищих на самом деле а меня вы не можете иметь всегда пока что пока насколько эти апостолы могли принять то время и также и нашу жертву господь всегда принимает какой бы эта жертва ни была я не говорю о деньгах или я или каких-то вещать вещественных пожертвования нет не только это любая жертва любое движение нашего искреннего покаянного сердца она приятно богу она принимается неважно чтобы это не было то есть вы можете в имя господне пожертвовать там сиротинцы дома престарелых можете дать просто нищему на дороге в имя господня и из своего движек будучи движимы своими покаянными чувствами можно принести в храм пожертвования чтобы содержать храм и поддерживать храм это зависит от вашего желания от движения вашей души но господь показывает что вот когда есть у нас такие желания это жертва оправдана когда есть у нас покаянные чувства это жертва оправдана и он здесь говорит не смущайте таких людей но что случается дальше то есть с одной стороны мы видим эту женщину грешницу которая выливает очень дорогое мира на голову спасителя она кается буду движима своими чувствами покаянными и с другой стороны вот евангелие на сегодня заканчивается повествованием обе иуде тогда один из двенадцати называемые иуда искариот пошел к первосвященникам и сказал что вы дадите мне и я вам предам его они предложили ему 30 сребреников из того времени он искал удобного случая предать его два разных человека два разных события покаянные чувства жены грешницы и и ну посильная жертва насколько она могла и что она могла принести господу и как выяснилось она приготовила господа к погребению уже заранее и с другой стороны иуда ученик христов который ищет как предать своего учителя и как предать не просто предать а как получить из этого выгоду темой сегодняшнего разговора я специально назвал ослепление потому что неважно чем мы ослеплены вот иуда был ослеплен жаждой к деньгам то есть сребролюбием неважно чем мы ослеплены неважно чем мы через что мы предаем христа за что мы предаем христа неважно какие грехи мы совершаем если мы это делаем мы подобны иуде данный момент и как раз сегодня в среду и вспоминаем это предательство иуда но не забывайте не только предательство иуда но и хорошую покаянные чувства жены грешницы которая вылила мира это для нас очень важно помнить потому что церковь показывает нам что у нас эти два пути которые мы можем выбрать или быть со христом пока попросить у господа прощения оставаться с ним или как иуда пойти против него творить грех дальше ненавидеть своих ближних ближних убивать друг друга словом даже и тем самым становиться на пути иудина мы с вами выбираем каким путем пойдем дальше иуда согласился на 30 сребреников все что ему предложили он взял согласился и он ждет удобного времени как предать христа мы же с вами не ждем удобного времени нам не надо уже ждать мы предаем христа каждый день практически когда проявляем ненависть злобу зависть к нашим родными близкими когда допускаем голову мысли и не боремся с этими грехами как только мы начинаем бороться просить у господа прощения мы сразу становимся похожими уже не на иуду а на ту женщину которая пришла и отдала последние последнюю честь последние почести господу пока он еще был жив то есть зависит только от нас кем мы будем на чьей стороне мы будем на старении женщины которая кается или на старине иуды который предавил христа почему же грех рассматривается нашей традиции рассматриваться как предательство спасителя ну дело в том что вот смотрите возьмем пару семейную пусть будет семейную до муж и жена если они связаны узами любви конечно естественно иначе что это за семья вот будучи связана узами любви муж и жена если муж пойдет налево так сказать да то есть пойдет пойдет в грех забудет о своей жене будет искать другую жену или жена пойдет налево будет забудет о своем муже и будет искать какого-то другого мужа или мужчину надо сказать да то есть или один или другой если уходит это называется предательством правильно а почему потому что они предают ту любовь которая между ними вот между нами с господом вот должна быть это любовь любовь христианская конечно не чувственная такая как между мужем и женой а любовь искренняя жертвенная и когда у нас вот эти чувства пропадают а когда они пропадают когда мы делаем грех мы уходим ну налево уходим так сказать да от господа мы забываем о господи и делаем то что нам надо делать ну сейчас мне господь не нужен мне не хочется вот это сделать зачем мне христос сейчас если мне хочется вот там стрянуть какой-то грех тем более если этот грех мне нравится делать вот я оттуда хочу господа мне не нужно сейчас и что это получается вот это и получается предательство той любви то же самое что сделал иуда искариотский ведь господь его призвал среди прочих апостолов по любви своей как и нас призываю всех по своей любви потому что господь всем человеком хочет спастись а как написано да и иуда был призван тоже по любви и к нему было проявлено тоже любовь я и его предупреждали что вот один из вас при придаст придаст меня и и господь предупреждал и говорил много чего о том что о своей кончине намекая на то чтобы иуда удержался от этого по любви своей к нему и нам надо помнить что вот делая грех уходя от от христа сторону мы как раз и предаем его предаем его любовь к нам и мы теряем мы теряем христа тогда как и что и случается между мужем и женой если кто-то налево так сказать на то есть уходит другому или один или другой уходит другому то даже христос сказал что таком случае развод как бы ну оправдан и вот теряя христа мы не думаем о том мы теряем одно а что мы получаем взамен а получаем взамен то можем получить смерть смерть вечную если мы теряем христа сейчас мы объясним это вот многие спрашивали но не только сегодня и только вчера вчера мне прислали этот вопрос и и я правда планировал говорить об этом чуть позже ну поговорим сейчас раз уже объеме зашел разговор пока временем сейчас многие спрашивают что же так ведь написано в священном писании что иуда после того как увидел что он предал христа и какое дело он плохое сделал он пошел и возвратил эти 30 30 сребреников и даже в писании в священном писании даже вот евангелие от матфея то что я читал раньше это было глава 26 если вы перевернете страницу на 27 главу там уже сразу прямо третьем стихе написано что тогда иуда предавший его то есть господа что он осужден и раскаявшись раскаявшись оказывается раскаялся до иуда возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам говоря согрешил я придав кровь невинную они же сказали ему а что нам до того смотри сам и бросив сребреники в храме он вышел вышел пошел и удавился если он раскаялся были он прощен господом мы же каемся до каемся просим у господа прощения и мы верим что господь нас прощает потому что он принимает каждого кто кается дорогие мои я хочу привести вам еще один пример предательство христа это апостол петр он отрекся от христа вы помните знаете все это да когда его при его спросили знаешь это человек нет я его не знаю да вы что а потом когда петух запел закукарекал когда он вспомнил о господи господь же мне говорил что я трижды придам его пока утром не запьет петух и что делал петр а петр вот иуда пошел и удавился а петр плакал горько две разных отречения разных не потому что по-разному отреклись нет а потому что было после этого вот иуда почему иуда осужден ну церковью мы всегда вот даже завтра в храмах уже будут петь какой иуда плохой поступок сделал что он придала христа и что он пошел и и сделала то что она сделала с собой то есть самоубийство сделал и поэтому у него нет надежды на спасение а в евангелии сказано что он раскаялся а все дело в том дорогие мои что раскается это не значит просто осознать что я сделал плохо раскается это значит запомните это это значит начинать менять свою жизнь начинать менять свою жизнь не опускать руки не впадать в уныние не впадать в отчаяние ни в коей мере нельзя падать падать в отчаяние потому что господь нас любит по любви своей он принимает нас обратно снова вот если бы иуда если бы иуда не пошел и не сделал то что он сделал а пришел господу и сказал господи прости меня вот вот что он вот что я сделал перед крестом палуба я уверен что господь бы его принял как раскаяние принял как и принял раскаяние петра поэтому два разных подхода есть когда после того как мы понимаем что вот наша жизнь прошла или проходит под девизом греха и мы опускаем руки и падаем в отчаяние уныние думаю ну все я погиб и никакой помощи мне больше нету и другой подход это когда мы подобно петру плачем горько о своих грехах меняем свою жизнь и потом свидетельствуем своей жизнью что мы все-таки любим христа мы смолодушествовали упали в грех сделали то что сделали но попросили прощения и начали жизнь новую новую жизнь со христом тем более что христос этому рад и и принимает нас вот так с радостью вот два разных подхода вот почему петра простил господь а иуда вот пошел и удается да потому что сам иуда так хотел у него не было надежды на то что господь его простит он никогда этого не чувствовал бедный иуда не чувствовал любви божией когда любовь божия к нему проявлялась потому что он был настолько сильно по настолько сильно погруз в грехах в грехе вот этого сребролюбия для него ничего не было важно вот только деньги мы бываем ослеплены не только деньгами мы буря бываем ослеплены разными страстями грехами и это не нашу пользу конечно это не делать нам чести и плюсик себе нельзя поставить и своего резюме нельзя записать вот я рад довольный потому что вот я совершил каких-то грехов это делать нам чести как христианам но тем не менее это не дает нам это мы не должны опускать рук он должен вставать идти дальше за христом меняться стараться меняться как петр милостивый господь прощает нам наши грехи он снимает пелену с наших духовных отчез это он показывает нам дает нам возможность увидеть насколько мы грешны насколько мы ослеплены грехом главное не пропустить этот момент главное не бороться с крестом главное не слушаться в это время дьявола что который говорит все ты пропал потому что у господа нет для тебя милости неправда господь прощает любого человека который кается и начинает меняться вот покаяние или раскаяние вот и он осужден раскаявшийся возвратил 30 сребреников иуда да раскаяние это когда мы понимаем да я сделал плохо а покаяние уже это уже процесс который идет после раскаяния галочку то мы можем поставить да господи на исповеди я тебе сказал что я согрешил теми теми тем до съел три шоколадки вместо двух например на то есть я господи согрешил на все еще теперь довольным ходить просто шая да нет надо меняться надо менять свою жизнь менять настолько чтобы чем дальше тем ближе становиться со христом и чем больше мы будем над собой работать тем больше мы сможем получить этой благодати божией которые силы божьей которая будет нам помогать бороться с тем же грехом и что мы будем делать мы будем становиться все ближе и ближе и ближе и ближе ко христу любишь или меня до помните как сказал петру симоне и он и любишь или мы любишь люди меня петр как он восстанавливает петра в апостольском достоинстве конечно господи я тебя люблю вот к этому должно прийти наше покаяние не унылому состоянию что все я погиб у меня нет никакой надежды для меня для моей души моя душа воде сгорит в аду сгорит и вообще надежды на жизнь вечно меня нету не отчаяние у меня отчаяние только и уныние не это следует за настоящим раскаяния а что а то что мы плачем горько о своих грехах меняем свою жизнь и получаем свое сыновство назад то есть помню я еще раз напомню симоне ионин ионин любишь или меня да господи я тебя люблю вот до чего доходит настоящий покаяние до того что мы свидетельствуем дальше потом о любви к богу о нашей преданности богу о том что мы хотим жить с крестом и хотим жить с ним вечно потому что только о нем жизнь только в нем радость вечная только в нем бывает то чего мы так хотим и ищем здесь на земле иногда без него еще поэтому чем мы бы не были ослеплены какими бы страстями мы не были наши духовные очень не были бы закрыты давайте сегодня в эту великую среду подумаем задумаемся над тем что господь готов снять эту пелену с наших глаз это ослепление исцелить давайте попросим его господи исцели меня слепоты которую которая у меня от греха помоги мне быть не как иуда который опустил руки и ушел куда он ушел да и сделал то что он сделал а помоги мне быть как петр засвидетельствовать тебе свою любовь показать тебе в первую очередь показать тебе и себе в первую очередь что ты со мной что господь с нами то господь ведет нас по жизни пусть милостивый господь все эти дни не страстной седмицы будет с нами и чтобы эти дни страстной седмицы нашего дни нашего покаяния раскаяния в грехах стали хотя бы хотя бы сейчас уже чтобы это стало началом нашего исправления исправление нашей жизни оставить позади все грехи ненависть злобу зависть и и все остальное что мы делаем ну да это перечислять невозможно все грехи что мы делаем оставить позади себя и стремиться к тому чтобы мы уже к пасхе сказали господи люблю я тебя хочу я быть с тобой и пусть эта любовь всегда будет с нами чтобы мы не придавали христа как иуда а чтобы мы как это раскаявшийся грешница принесли в жертву господу все что у нас есть то есть наше любящее сердце нашу любовь к его ногам и чтобы господь принял это благословил и чтобы мы вместе с ним возрадовались царстве его бог всем помощь надеюсь завтра тоже с вами увидимся